Коля выравнивает пузырь, затем поворачивает налево. Навстречу собор Василия Блаженного. Коля берет еще левее. Облетает купола собора. Близко-близко. Восторг на лице Коли. Подлетает к Спасской башне. Совсем близко часы. В этот момент стрелка часов переходит на 12 часов. Начинает бить куранты. Это отрезвляет Колю. Он понимает, что время бежит, и он не успеет на космодром. Пульт. Рука Коли нажимает на кнопку с надписью «Космодром-1», затем автоматика. Коля откинулся на спинку кресла. Пузырь сделал круг над красной площадью и вышел из кадра. Коля летел, как в автобусе, положив голову на руки. Ветер трепал его волосы, солнце размаривало. И он уснул. Спящий, он не заметил, как вокруг стало сумеречно. Все исчезло, словно он очутился в клубе густого тумана. У ног его спокойно дремали бутылки в авоське. Не заметил он, и как пузырь полетел над облаками, и вновь засияло солнце. Он только поудобнее устроился. А внизу из-за облаков уже открывалась земля. Очень красивый подмосковный пейзаж. А на космодроме шла обычная жизнь. Здание космодрома не производит очень уж монументального впечатления. Это довольно просторная полусфера с иллюминаторами, автоматическими дверями. В центре зала прозрачные цилиндрической формы сооружения. В них входят пассажиры, вылетающие в разные концы Вселенной. А выходят они из таких же цилиндров, которые стоят прямо на поле у космических аппаратов. Поле космодрома, которое можно разглядеть в иллюминатор. Действительно поле с зеленой травой, полевыми цветами, окаймленное лесом. Ну и конечно то тут, там в помещении справочные автоматы, телевизор, по которому передают соревнования по выпрыгиванию из воды, и Коля видит их. А если посмотреть в сторону, противоположную взлетному полю, то там небольшая площадь. На ней стоянка пузырей, справочные указатели, автобус, тумбочки, уже знакомые нам, и дефилирующая публика. Космодром, космопорт жили своей обычной жизнью. Космодром объявили о посадке в группе людей, столпившихся у иллюминаторов в ожидании. А между тем, камера панорамирует вправо, и мы видим, как с площади перед космодромом взлетает пузырь. Коля все еще спал, когда его пузырь приземлился на площади у космодрома. Голос из пульта сообщил, полет окончен. Космодром 1. Счастливого рейса. Благополучного возвращения. Это разбудило Колю, который не сразу и сообразил, где он и что с ним. Сообразив, срывается с места и бежит к зданию космодрома, возвращается, забыл бутылки. Хватает их и бежит в здание. Коля останавливается возле громадного табло с расписанием рейсов. Его заинтересовала строчка «Первая межгалактическая экспедиция». Прибытие – 12 часов 55 минут. Коля смотрит на часы. Осталось еще полчаса. Потом Коля переводит взгляд на ту сторону табло, где указаны отправления кораблей. Москва, Луна-Порт – 12,26. Москва, Венера, Меркурий. Почтовый – 12,44. Новая идея посещает его. Коля забывает о кефире, о возвращении домой. Обо всем. Он бежит к автомату справочной. Билеты на Луну еще остались? Регистрация и посадка на лунный рейс закончены. Мне срочно надо. Регистрация и посадка на лунный рейс закончены. Ну ладно. А на что есть? Только чтобы сразу полететь. Вопрос не понят. Куда вам надо? Мне? Ну хотя бы на Уран. С какой целью? У меня там тетя работает. Обратитесь в Академию наук. Места на Уран бронируются только для ученых. Ну тогда куда-нибудь. У меня времени в обрез. Ничего не понимаете? В сердцах говорит автомату Коля и идет прочь. Ему теперь хочется взглянуть на летное поле. Хоть посмотреть, какими будут космические корабли. Он подходит к иллюминатору. Отсюда виден космодром. Там стоят диски, похожие на те, что мечут дискоболы. Каждый диск размером с футбольное поле. Над полем стоит тишина. Иногда проносятся какие-то служебные машины. Коля видит, как один из дисков поднимается. Он поднимается медленно, словно в нем нет никаких двигателей. Поднявшись метров на сто, диск внезапно наклоняется, словно брошенный рукой спортсмена, и неожиданно быстро летит вверх острым краем. Коля следит за диском, пока он не превращается в точку. Лунный рейс, говорит он задумчиво. Вдруг он видит, как в другом конце зала ожидания катится робот-тележка в сопровождении семерых ребят. Причем все они почему-то в очках. А металлические щупальца робота-тележки мягко обхватывают громоздкий спутник. Тележка катится в сторону эстакады, видимо, ведущей вниз в служебные помещения. Коля догоняет группу ребят, пристраивается, идет рядом. А что это вы делаете? Чтоб начать разговор, спрашивает Коля. Разве не понятно? Работаем. Ответил самый младший из них. Понятно. А конкретно? Настаивает Коля. А если конкретно, спутник запускаем. Это, конечно, сказано с иронией в адрес Коли. У нас вне классное задание. Но Коля настойчив в вопросах, надо тянуть время. Делать для окружающих вид, что он с этими ребятами. А вдруг они помогут выйти на поле? Модель? Понимающе спрашивает Коля. Какая еще модель? Обыкновенный спутник. Разве у вас спутники еще не проходят? Тележка между тем уже катит по длинному коридору. Я из конотопа, говорит Коля, оглядываясь вокруг. Ну и что? Разве в конотопе небо твердое? Жидкое. Красивый у вас спутник. Мы с одной школой в Австралии дружим. Хотим наладить с ними постоянную связь. И вы на летное поле пойдете? Надежда в голосе Коли. Пойдем. Только, конечно, не все. Конечно. Погоди. А ты почему все расспрашиваешь, конотопец? Спрашивает насторожившись один из ребят. Просто так. Ребятам дома расскажу. Сами станем спутники в Австралию запускать. А что? Ничего. Один такой любознательный из детского сада решил на Марс полететь. Забрался в грузовик. В последний момент заметили. А то бы погиб. Он был дураком, говорит первый парень. Если бы мне пришла в голову такая дикая мысль, я никогда бы на грузовике не полетел. А на чем? Спрашивает Коля. На почтовом. Их отапливают. А как почтовые отличить? Спрашивает Коля. Просто. По эмблеме. В это время тележка со спутником подкатывается к прозрачной двери. Один из мальчиков подходит к ней, вытаскивает какой-то прибор. Направляет на правую панель двери. Что-то щелкает в приборе, дверь открывается. Тележка катится в открытую дверь. Ребята спешат за ней. Дверь закрывается. Коля останавливается. Поворачивается. Идет обратно, разглядывая коридор. Справа и слева множество дверей с разными надписями, но все закрыты. Даже подходит к одной из них, пробует открыть. Не получается. Идет дальше. Видит приоткрытую дверь, на которой горит надпись «Прибытие грузов с внешних планет». Заходит. В большом помещении множество ящиков. Через все помещение тянется транспортер, конец которого скрывается за занавесом. Коля слышит приближающиеся шаги. Прячется за ящик. Мимо проходят два служителя. Я тебе говорю. 18 контейнеров с Плутона во втором складе. Вот записано. Где они? Служитель тычет пальцем в накладную. А что там было? 600 килограммов алмазов. Написано же. Где они? Поглядим в третьем. Коля высовывается из-за своего укрытия. Смотрит им вслед. Служители скрываются за дверью. Вдруг транспортер начинает двигаться. Над ним загорается надпись «Рейс 45-56». Уран – земля. Занавес отодвигается. И Коля понимает, что там снаружи поле космодрома. Он осторожно идет навстречу транспортеру, глядя на ящики, которые плывут, покачиваясь. Уже осталось немного до светлого пятна, но тут сзади один из ящиков с грохотом падает на бок и валится с ленты. И из него доносится человеческий вопль. Коля отпрыгивает к стене. Смотрит на ящик. На нем надписи образцы руды, пояс астероидов, груз третьей категории. Из ящика доносится стон. Кто там? Тихо спрашивает Коля. Но тут крышка ящика со скрипом отваливается. И изнутри вылезают два очень странных человека. Один толст и величествен, хоть и сильно помят. Второй худенький, маленький, с крысиным узким лицом. Вылезая, они начинают ругаться на непонятном языке. Коля, который хотел было помочь им, замирает. Космические зайцы оглядываются. Коля неловко опирается на край ящика, и зайцы слышат шум. В мгновение ока у Толстого в руке возникает пистолет. Коля бросается прочь из зала. Стоп-кадр. Кадр, уменьшаясь, отодвигается в темноту. Затем как бы разрезается пополам. В одной половине – пираты, в другой – бегущий Коля. Эти половинки оказываются картами из колоды. Руки манипулируют картами и посылают карты в цилиндр.